Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья мои, церковь — это не приход, это не место, где я пришел, постоял, посидел и ушел. Церковь, настоящая церковь — это община, это общность Божьих людей, родство во Христе, дружба евангельская. Настоящая церковь, она не разделяет людей на пол или национальность, или принадлежность к чему-то, не цвет кожи. Ничто не препятствует тебе быть в церкви. Мы проповедуем об этом в нашей русско-библейской церкви, мы учим этому, мы делаем все, чтобы каждый в церкви осознавал себя частью этой Божьей семьи. Друзья, эта прекрасная истина открыта здесь, в этой книге. Мы не придумали, мы не создаем чего-то нового. Бог в Библии Иисус Христос четко, ясно, понятно для всех нас сказал об этом, что церковь — это братство, это семья. И здесь мы узнаем об этой истине, а вот в церкви мы можем ее потрогать, ощутить, по-настоящему испытать, что это такое Божья семья. И те, кто впервые сегодня в этом зале, я желаю вам, я молюсь о вас, чтобы Бог благословил вас действительно испытать и увидеть это здесь в церкви, что здесь ученики Христа, которые испытывают любовь между собой и хотят служить и вам и благовествовать о Христе. Текст, который сегодня читали в начале собрания, мы прочитаем снова его, послание евреям. И мы увидим здесь много истин о Божьей семье, о церкви. Евреям 2 глава, с 10 стиха. «Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все, и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого. Поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя Твое братьям моим посреди церкви воспою тебя. И еще я буду уповать на него. И еще вот я и дети, которых дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. «Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет всеми Аврамова. Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Этот отрывок Священного Писания, который мы прочитали, ни разу не называет главного героя в этом тексте. Мы здесь все время читаем Он, Тот Сам, Который. И на первый взгляд можно просто запутаться, о ком идет речь. Нужно читать послание евреям с самого начала, с первой главы, с первого стиха. И вы увидите, что все послание евреям говорит об Иисусе Христе. Он центральная личность этой книги из Божьего Слова. Это главная тема, Иисус Христос. И это послание убеждает, оно утверждает, что Иисус Христос и есть Спаситель. Он есть Тот, благодаря Кому сегодня мы существуем, живем, дышим. Зачем Он был, этот Иисус? Что Он сделал? Что Он будет делать дальше, в будущем? Об этом мы можем прочитать во всем послании евреям. И как это отражается в моей, в твоей жизни? Все здесь написано в этой книге. Послание евреям многие считают самым христологическим трактатом в Библии. Оно, пожалуй, сравнимо только с Евангелием от Иоанна. Настолько насыщено это послание Иисусом Христом. Оно утешает верующих. Оно утверждает веру христиан. Буквально в первых же стихах вот этого отрывка, который мы прочитали, Иисус назван здесь Вождем Спасения. Такое слово точное, отражающее Его характер. Здесь объявляется Его первенство над всем. Над всем человечеством, над всеми нами, над всем мирозданием и над Церковью тоже. Я взял именно эти девять стихов сегодня, чтобы мы увидели, что Церковь – это Божья семья. Мы такие разные, собраны вместе, и мы едины только благодаря этой личности – Иисус Христос. Здесь мы читаем, здесь написано, что мы дети, чьи? Божии. Здесь написано, что мы сыновья, сыны, чьи? Божии. Здесь написано, что мы братья, чьи? Христовы. Заметьте, сыновья, дети, братья. Что это напоминает нам? О чем идет речь? О семье, конечно. И речь идет о семье, Божией семье. Став частью поместной общины, став частью Церкви, входя в Церковь, я вхожу в семью. Я становлюсь частью большой семьи Бога, Иисуса Христа. Таким образом, мы подходим к самому важному понятию в Божьем Слове, здесь, в этом послании, понятию Божьей семьи, где мы уже являемся не просто гражданами, или, как раньше говорили, товарищи. Мы – братья и сестры. Мы – семья. Церковь Христова – это семья, где все по-настоящему родные, все по-настоящему братья. Друзья, здесь очень важно заметить в этом тексте, кто мы, кем мы были – людьми, лишенными семьи. Ведь этот текст показывает, что мы стали таковыми, стали братьями и сестрами, мы стали детьми, мы стали сыновьями и дочерями нашего Отца и братьями Иисуса Христа. Но кем мы были до этого? Что с нами было? Первый и самый главный титул в Божьем Слове, отражающий нашу природу – «Кто мы?» – это слово «грешник». Никто из родителей так не назовет своих детей «грешник». Но Бог в Библии говорит правду нам. Кто мы? Грешники. Это, пожалуй, самое сиротливое слово на земле. Самое одинокое слово, потому что когда ты начинаешь осознавать, кто ты, с какой природой ты родился, пришел в этот мир, ты грешник. Божье слово говорит, все мы блуждали, как овцы, каждый совратился на свою дорогу, блуждали. Это же говорит прямо о том, что мы потерянные, мы одинокие. Одинокие, мы сиротами были, сиротами, лишенными отцовства. И, конечно, мы выглядим самодостаточными, сильными, крепкими, успешными. Но вот правда из Библии о нас. Кто мы? Для нас еще много разных подобных слов есть из Библии о том, кто мы, какие мы. И они чаще всего неприятные для человека, не вдохновляющие человека. Например, преступники, заблудшие, потерянные, или овцы без пастыря, или враги Богу. И это те, которые населяют этот мир, по Слову Божьему. Те, кем мы были. Это примерно, как если бы мы с вами оказались в районе, тяжелом, каком-нибудь криминальном районе, где одни преступники, пьяницы, развратники, ну, самые темные личности. И вот ты приходишь в этот район, и тебе жутко становится в этом районе. Тебе хочется убежать оттуда. И вот что делает Бог. Страшно и жутко, но в эту компанию Он хочет прийти. И изменить ситуацию. Преобразить нас. Несмотря на все это, Христос пришел в этот плохой район, в эту фавеллу криминальную, в которой мы воевали против Бога, не думали о Боге, не жили для Него, не любили Его. И Христос говорит, я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины. Заметьте, что дальше Он говорит, не оставлю вас кем? Сиротами. Приду к вам. Это желание. Это желание Иисуса. Он не хочет оставить нас в этом состоянии грешников, сиротства, одиночества, разрушения, гибели. И этот текст показывает нам, что только через Христово величие, только благодаря Христу мы можем иметь величие. Это потрясающий текст. Он очень вдохновляет. Только Христос способен нас, сирот, вот таких грешников, привести в славу. Именно так здесь написано. Привести в свою славу. Давайте прочитаем этот 10 стих, который мы читали в начале еще раз. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Посмотрите, какой акцент в этом тексте надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все. И речь идет о Боге, о Боге Отце. Он здесь генератор, Он дизайнер всего мироздания и, более того, нашего спасения. Кто задумал и привел в действие все вот эти невероятные вещи, которые мы прочитали в этом тексте, послании евреям, здесь есть ответ – Бог, Он, Тот, от Которого все и для Которого все. Он здесь как генератор всего. Он здесь как Тот, Который задумал все. Мудрый проектировщик, самый лучший, совершенный дизайнер нашего спасения. Мы читаем в Ветхом Завете слово о Боге. Он говорит – это я. Бог говорит – это я. Прежде меня не было, не было Бога. После меня не будет. Я, я Господь, нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас и возвестил, а иного нет у вас. И вы, свидетели мои, говорит Господь, что я Бог. Бог здесь выступает в роли этого автора, дизайнера. Бог-творец, который задумал, задумал наше спасение. И Христос здесь Тот, через Которого это спасение совершается. Как мы здесь читаем в 10 стихе, Божьим желанием стало привести сынов в славу. Читайте, смотрите, здесь так и написано. Он, Тот, Который все задумал, приводит многих сынов в славу. Бог захотел привести к себе всех нас. Он так задумал. Это было Его желание. Это есть Его желание. Куда привести? Здесь так и написано. В славу, в славу Бога. Это все равно, что распахнуть отцу свою дверь и сказать, зайди в мой дом. Я хочу, чтобы ты вошел в славу, в радость, в это великолепие Божие, в котором я сам нахожусь. Я хочу, чтобы ты разделил эту славу со мной. Бог открыл дверь своего дома. Представляете, Бог вот так задумал привести сынов в вечную славу. И здесь это слово приводящего показывает нам интересную истину. Здесь Христос назван приводящим. Он, этот вождь спасения, приводящий нас в свою славу. Он есть Тот, Который, предводитель наш, ведет нас к этой славе. И вы заметьте, здесь мы видим Бога Отца, Который все задумал, и Иисуса Христа, Который все исполнил. Они вместе работают для того, чтобы привести нас в эту радость. Теперь дверь дома Бога открыта. И вот это действие Бога, любви к нам, наше спасение, это результат Божьего замысла. Это результат Божьего творения буквально. Бог однажды словом сотворил этот мир. Открывая первую книгу начал Библии, мы видим, как Он сотворил этот мир своим словом. То же самое мы читаем в Новом Завете, как Он творит наше спасение. Итак, кто во Христе? Тот что? Новое творение. Так и написано. Новое творение. Бог творит. Он и сегодня это делает. Он создает из ничтожества, из людей, которые шли в ад, погибают, из одиноких, сирот. Он создает, творит себе детей, семью, родство духовное, Божие. Вот так Бог действует. А сейчас посмотрим в этот же 10 стих и посмотрим внимательно на Иисуса Христа. Ведь Христос привел нас в дом. Именно Он здесь главный герой этого текста. Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов славу, вождя спасения, совершил через страдания. Первые два слова, которые мы здесь читаем в 10 стихе. Ибо надлежало. Это значит, потому что так нужно было, так должно было быть. И Бог так делает. И знаете, что именно надлежало? Богу надлежало сделать что-то неприятное. С вождем спасения. С Иисусом Христом. Посмотрите, как заканчивается этот текст. Он заканчивается, совершил, вождя спасения, через страдания. Это красивая старорусская фраза, не всегда понятная нам. Мы ее читаем именно так. Бог совершил его. То есть сделал Христа совершенным. Через что? Через страдания. Главное значение этого слова совершил, если смотреть внимательно в весь Новый Завет, мы увидим, привести в полное соответствие с целью, с заданием, для которого Он, Христос, был предназначен. Он, Бог Отец, совершил Христа, привел в соответствие с целью, с замыслом, который был у Отца, чтобы нас спасти. И это надлежало совершить через страдания. Таким образом, послание говорит нам, что страдания Христа, они сделали Христа абсолютно способным спасти нас. Он обрел такую вот, можно сказать, юридическую, юридическое право, способность быть нашим предводителем. Через мучительную смерть Он совершил это спасение для нас. Мой дядя, пожарный, он рассказывал мне массу историй о том, как были такие герои, есть сегодня, бегут в огонь, спасают людей. Есть немало таких пожарных, которые погибали в огне, спасая людей. Так вот, представьте, что вы, тот человек, находящийся в огне, к которому приходит этот спасатель, вытаскивает вас из огня и погибает там в огне. Вы живой, он погибает. И вам, с одной стороны, радостно становится на душе, вы спаслись, и жутко как-то становится, потому что спасатель погиб. Вы не хотели бы, чтобы он погибал, но представьте, вот только так возможно было ваше спасение. Никак иначе, только так. Вот здесь со Христом происходит такая картина. Христос стал, как здесь написано, совершенным спасителем, то есть именно так он мог спасти нас через страдания. Он уже юридически стал полноправным избавителем нашим, спасителем нашим, вытаскивающим нас из этого огня. Он жертвует собой, и он навсегда теперь наш ходатай, наш агнец, предводитель, вождь нашего спасения, глава наш. В прошлое воскресенье, видимо, зажженный после богослужения, после проповеди, один из членов нашей церкви в фейсбуке отставил такой хороший, правильный пост. Вы, наверное, будете искать теперь, кто же это был. Ищите. Хотя за мной никто не идет, я последую за тобой. За тобой с большой буквы. Душа христианина, она притягивается к своему предводителю, вождю спасения. Несмотря, вопреки всему, несмотря ни на что, что бы ни случилось в жизни, моя душа бежит к нему, она магнитится к нему, я не могу жить без него. Он мой глава, он основатель моей жизни и спасения моего. Вот кем становится Христос через страдания для нас, стал нашим предводителем и спасителем. Посмотрите, эта же самая мысль, кстати, в 14 стихе еще больше сказано. Здесь написано, как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Это же стих в переводе Кассиана звучит так, как дети причастны крови и плоти, так и он, Христос, стал общником или сопричастным крови и плоти. Почему Христос стал человеком? Вот ответ здесь на вопрос. Почему Он стал человеком? Христос никогда, ведь раньше не был человеком. Он всегда был, есть и будет Богом. Христос есть Бог, Сын Божий, но вдруг происходит что-то невероятное. Он приходит на землю. Почему? Этот текст показывает нам, потому что только так Он мог искупить человека. Не в образе ангела, светлого, сияющего с неба. Нет, Он оделся в то, во что одеты мы с вами, в кровь и плоть. Только так Он мог спасти нас. На первый взгляд здесь кажется какая-то анатомия кровь и плоть. Это на самом деле точно описывает нашу человеческую хрупкость. Ведь мы с вами не из металла, не из огня созданы. Мы из крови и плоти. Вот такое у нас тело, болеющее, стареющее, и однажды умирающее, ожидающее смерти. Именно этой кровью и плотью нужно было уплатить за наше искупление. Ни какими-то духовными взносами, ни проповедями, или чем-то еще. Самим телом, самой жизнью. Каппадокийские отцы церкви, они утверждали такую истину. Чего Он, то есть Христос, не принял на Себя, того Он не может искупить. Именно вот в такое тело, человеческое тело, облегся Иисус. И смерть неизбежно Его ждала в самом конце пути. Ожидала Его там, потому что так надлежало быть, как написано в 10 стихе. Это доктрина одновременно и божественности, и человечности Христа. Это не вопрос какой-то богословской дискуссии. Это вопрос твоего утешения, твоего укрепления, твоего спасения. Это вопрос сердца твоего. Этим мы держимся, друзья. Ведь сегодня в этом мире масса ложных представлений о Боге. У современных людей Бог, Он какой? Отрешенный от мира. Такой вот демиург, творец. Создал и забыл. И мир сам по себе. Но суть христианства, суть Библии, суть Нового Завета и текст, который мы с вами читаем, в том, что Бог, Иисус Христос, отождествился с человеком. Он сравнялся с нами, чтобы искупить нас. Нигде, ни в какой религии мира вы этого просто не найдете. Это уникальность христианства. Это Его Божие милосердие к нам. Драгоценность, я бы сказал, христианства. Чтобы сделать нас, друзья, членами Божьей семьи, Христос стал членами нашей семьи. Чтобы вызволить нас из этого состояния греховного, Он стал вместе с нами. Библия говорит о Нем, о Христе, уже прославленном, когда Он воскрес, сидящим по правую руку от Бога Отца. Вспомните достаточно одного примера. Стефан, первый мученик церкви, новозаветний, когда Его побивали камнями, перед смертью Он увидел Христа. Уже того Христа, Который воскрес и вознесся на небеса. И что Он видит там? Мы читаем, вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего в одесную Бога. Обратите внимание, какого Сына Он видит там, Иисуса Христа, Сына Человека. И Иисус, Бог, навсегда стал Человеком. Зачем Он принял такое неприглядное обличие? Зачем Ему это было, стать Человеком? Чтобы, как мы здесь читаем, посмотрите 14 стих, чтобы смертью лишить силы имеющего держава смерти. То есть дьявола. Вот здесь появляется еще один герой, но он не наш друг, это наш враг. Здесь так и написано, дьявол, сатана, это ангел Божий, который спал с небес в гордыне своей. Он написан в Библии, как дух действующий ныне в сынах противления. Тот, который через нас, людей борется с Богом, и мы с вами позволяли ему бороться с Богом. Дьявол это убийца, лжец. Он тот, который безнадежно проиграл, как здесь написано, прочитайте еще раз 14 стих, проиграл в этой битве с Богом. Что сделал Христос? Христос лишил его силы. Это еще одно ложное учение, которое есть в мире. Инь-янь, добро и зло, все воюет, и все равноценно, сильно. Неправда. Смотрите внимательно. Лишил силы. Разрушил эту силу. Обезвредил, обезоружил. Смерть покорена Христу. Сделал сатану буквально бессильным. Закончилась эта битва. Бог побеждает. И перед этим, как мы видим, Христос лишился жизни. Такова была цена. Мы читаем в 15 стихе «И избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Он, Иисус, избавил нас от рабства. И знаете, в чем было вызвано это рабство? Страхом смерти. На всеми грешниками мира неминуемо нависает этот страх. Страх неизбежной смерти. Еще ни одному человеку не удавалось обмануть смерть, убежать от нее. Знаменитый писатель Эрнест Хемингуэй старался делать вид, будто бы смерти не существует, будто ее просто нет. Он жил, прожигая свою жизнь. В пьянстве, разврате, сменил просто множество жжен. Но потом на закате жизни что он сделал? Просто вышел и застрелился. Кстати, его отец сделал то же самое. Его брат и сестра тоже самое. Страх смерти, страх мучения, страх наказания. Он живет в человечестве с тех пор, как мы согрешили. От самого начала, от Адама, нашего восстания против Бога, он погружает в нас такое рабство, страх о смерти, нежелание этого, чтобы это случилось с кем-то из нас. Библия, кстати, не скрывает этой правды. Христос не скрывал этой правды. Он прямо говорил о смерти и об Аде, которая ожидает человека. Выйти и застрелиться, это еще не смерть, потому что человека ждет еще больше, дальше. Смерть вторая, как написано в книге Откровения. Самое большое избавление, ведь это не в том, чтобы продлить жизнь еще хотя бы на год или на два. Сегодня это модно, популярно. Люди хотят следить за своим здоровьем, чтобы продлить свою жизнь. А на самом деле, страх смерти, он только продолжается. Проблема в корне не решается. И здесь мы видим, что Христос, это тот, который пришел, чтобы избавить человека от этого страха смерти. Решить эту проблему раз и навсегда. Христос говорит, я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, что будет? Оживет. И всякий живущий, верующий в меня, не умрет вовек. Друзья мои, помните, сегодня нам, верующим во Христа, возрожденным от Него, не нужно бояться дьявола, не нужно бояться смерти. Смерть побеждена Христом. Как Христос здесь сказал, если умрет, а живет. Есть вечная жизнь у христианина. Не нужно бояться смерти, потому что она лишена силы. Она бесполезна, она уже не имеет власти. Смерть больше не имеет победы. Она не может тобой контролировать. Бойтесь больше Бога, укрывайтесь в Нем, утешайтесь, укрепляйтесь в Нем, но не бойтесь убивающих тела. Души же вашей, не могущих убить. Это факт, что Иисус стал человеком, чтобы спасти нас, должен нас утешать, укреплять в вере, вдохновлять нас, посвященной жизни для Него, и более того, притягивать к Нему, как к вождю спасения, предводителю нашему. Самые трудные времена, самые тяжелые времена, самые радостные дни победы, твои успеха, эта истина должна притягивать тебя ко Христу. Благодаря этому мы продолжаем жить, дышать, превозносить Христа, славить Его, и даже перед лицом смерти не бояться ничего, потому что Он мой Господин и великий мой Избавитель. Мы читаем в 11, 12 и 13 стихах о братстве Иисуса Христа. Посмотрите, «Ибо освящающие и освящаемые все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями, Он не стыдится называть нас, друзья, братьями». Почему братьями? Почему не как-то по-другому? Сотрудники, не знаю, коллеги, партнеры. Что еще можно придумать? Почему именно так, так ласково, так по-родному? Потому что мы, как здесь написано, все от единого. Кстати, это слово от единого не совсем верно в нашем синодальном переводе стоит с большой буквы. И кажется, будто Иисус и мы с вами произошли от Бога Отца. Но эту мысль еще наталкивает и большая буква, и то, что слово единый звучит как будто «Господь Бог един есть» и так далее. Но более точно, посмотрите на этот текст под следующим углом. Иисус не произошел, Он и есть Бог. Он и есть Сам Бог. Он не происходил когда-то. Он вечно существующий. Поэтому в этом тексте речь идет не о том, что Иисус и мы с вами от единого Бога Отца. В этом тексте от единого значит от единой природы со Христом. И физической, и духовной. И освящающей, и освящаемой. То есть мы с вами, мы все от единой природы со Христом. Вот о чем идет речь. Есть только одна разница в этом тексте. Иисус, Он святой. И поэтому Он освящающий нас. А мы с вами грешные. И поэтому мы в этом тексте освящаемые. Иисус, кстати, интересный факт. Он не называл учеников, апостолов своими братьями до определенного момента, пока Он не умер и не воскрес. Можете проверить меня. Посмотрите, Матфея 28, 10, Иоанна 20, 17. Это истина из Евангелия. Пока Христос не уплатил всю цену их спасения, пока Он не совершил этого спасения, они не были Его настоящими, духовными братьями и сестрами. Вот почему, благодаря жертве Иисуса Христа, мы стали братьями и сестрами во Христе. Когда произошло это освящение? Исторически, там, на Голгофе, после Его смерти и после Его воскресения. Но персонально, у каждого из нас, лично в жизни, когда Бог возродил нас, когда мы покарились, когда произошло это преображение внутреннее, изменение, покорение власти Христа. Вот когда Он осветил нас, осветил, что это означает? То есть особо поставил, особо предназначил жить для Бога, для славы Божьей. Посмотрите, один из стихов здесь написано, Он не стыдится называть их братьями, говоря, возвещу имя Твое братьям моим. Это обращение братья не может звучать ко всем подряд детям Адама, ко всему человечеству, по всему лицу земли. Это неправда, что все люди дети Божьи, что все люди вокруг являются братьями и сестрами Бога, Иисуса Христа. Если бы все люди автоматически были бы детьми Божьими, тогда просто не нужно было бы Христу кого-то называть братьями, братьями причем своими еще. Но здесь есть серьезное разграничение. Посмотрите еще раз внимательно, разграничение на людей, которые являются Его братьями, соответственно, есть люди, которые не являются Его братьями. И не смущайтесь этого. Мы так или иначе будем, обязательно будем проводить эти границы, потому что их провел Бог. Здесь Христос стоит посреди огромной массы людей, перед всем человечеством и смотрит на людей, которых Он спас, которых Бог привел в славу, и все они освящаемы им, они святы, поставлены особо из прочих людей, из всех людей особо для Бога. Поэтому важная особенность христианской жизни, нашей с вами жизни, в том, чтобы мы были в процессе освящения, убегали от греха, не принимали грех. Второе, исходя из этого текста, чтобы мы стремились ко Христу, любили Христа, желали Его, тяготелись к Нему, жажда освящаться еще больше и больше. Вот такое острое ощущение собственной зависимости от Христа, своей нечистоты, немощности, жажды, чтобы Он изменял мою жизнь. Нам нужно признаться, что получая божественную природу, возрождение свыше, мы, христиане, не становимся автоматически святыми людьми, такими суперменами. У каждого из нас есть много ненастатков, и как здесь написано, мы в процессе, мы освящаемы. И интересно, что Бог не стыдится нас называть братьями и сестрами. Мы часто стыдимся того, кто нас позволит, не хотим отождествлять себя с этими людьми. Я не с ним, я его не знаю. Но Христос смотрит на нас иначе. Он говорит, это мой сын, это моя дочь, я родил этого человека, я веду сейчас этого человека, как я могу смущаться, стесняться этого человека, я не смущаюсь этого, я помогаю тебе преображаться. Поэтому, друзья, живите именно так, как Божьи дети. Будьте в этом процессе, радостном процессе освящения. Продолжайте расти в этой святости, ведите борьбу с плотью, с плотскими желаниями. Будьте безжалостны к своему греху. Дорожите тем, что вы Дитя Божие. Дорожите этим. Интересно, 12-13 стихи, здесь мы видим цитаты из Ветхого Завета. Почему они здесь, особенно в послании евреев, их очень много, потому что этот текст показывает нам, что весь Ветхий Завет говорил о Христе. Все Писание ведет ко Христу. Он главный Искупитель. Ведь красная нить Искупления от Бытия до Книги Откровения находится в Библии. И Христос здесь Вождь Спасения. Поэтому здесь сразу две, даже три цитаты, а две из 21-го Псалма и еще одна из пророка Исаии. В 21-м Псалме текст говорит так, «Возвещу имя Твое, братья мои, посреди церкви воспою тебя». Когда Давид пел этот Псалом, то еще не было церкви, там написано, «Посреди собрания воспою тебя пророка Исаия». Там написано, «Вот я и дети, которых дал мне Бог». Эти цитаты показывают нам три действующих лица, два из которых относятся к Троице, к Богу, и третий – это мы с вами. Мы здесь названы именно такими словами братья и дети. И знаете, что таким образом хочет сказать здесь Иисус словами Псалмов, словами пророка Исаии? Отец мой, я люблю Тебя. Для меня нет никого дороже, чем Ты. У нас с Тобой самые лучшие отношения. Я дорожу Твоим характером, Твоей природой. И, Отец, Ты дал мне этих детей, Ты дал мне моих братьев и сестер. Я люблю их. И я очень хочу рассказать им о Тебе. Я очень хочу им поведать о Тебе, все рассказать, привести их к Тебе, чтобы они были и там, где я. Вот, что делает здесь Христос. Более того, в этом тексте мы видим, что Иисус радуется. Он выражает самую высокую радость, торжество, которое только можно представить. Заметьте, здесь написано, что Он делает? «Воспою тебя посреди церкви». «Воспою». Когда мы поем? Когда мы радуемся. Тут я хочу отметить, что действительно Иисус пел. Вспомните, этих текстов немало в Евангелиях. Он пел. Это необычно, кажется, не к месту звучит, но это факт. Вот здесь стоит эта истина о том, что Он поет. Мы редко думаем об этом, но вспомните, последний вечер перед распятием. Пасха. И в Евангелиях мы читаем, в Евангелиях от Матфея, в Вашей стойглой мы читаем, они и Иисус вместе с ними воспели, а потом пошли на гору Иллионскую. Они пели. Что они пели на Пасху? Псалмы. Псалмы со 114 по 117. Это псалмы Аллели, по-нашему Аллилуйя, в которых известные слова есть. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его». Иисус пел с учениками, указывая на Бога, указывая на Отца. Иисус вот этим текстом из послания евреев как бы говорит нам сегодня к нашему времени «Я воспою Тебя, Господи, посреди церкви, посреди вот этой семьи большой. Буду петь о Тебе». Как это происходит? Очень просто. В послании римлянам 8 главе 9 стих сказано «Вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». А знаете, что дальше написано? «А кто Духа Христова не имеет, тот и не Его». Таким образом, Дух Божий, который внутри нас, это Дух Христов. Таким образом, когда мы имеем отношение с Богом, Христос поет в нас. Он не может оставить нас равнодушными, понимаете? Здесь так и написано «Воспою тебя посреди церкви». Это значит через, внутри нас, через Духа Божьего. Это происходит, когда мы слушаем проповедь Божьего Слова. Это происходит, когда Библия меняет мой характер, когда я молюсь Богу, когда я пою, когда я благовествую, когда я служу. Христос поет через меня. Он не оставляет тебя равнодушным. Ваше сердце гореть начинает Духом Христовым. И как мертво то сердце, в котором нет Духа Божьего. Нет песни, понимаете? Нет жизни, нет восторга, нет смысла даже, основания для восторга. Вот почему дальше здесь написано из Псалма «Я буду уповать на Него». Я хочу жить Богом, понимаете? Я хочу жить для Него, жить Им. Я хочу иметь самые тесные с Ним отношения. И Христос показал нам, как это делать. Более того, Он дал нам силу это делать. И это упование через Христа делает нас радостными. Огромный плод, который совершил Христос своими страданиями. Он теперь не один. Есть еще множество детей. Бог не только не потерял сына, но Он приобрел целую огромную большую семью. Ценности Божьей семьи мы читаем 16 стиха. И это самая вдохновляющая и практическая часть этого текста. Смотрите, что здесь написано. «Ибо не ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Аврамова». Здесь мы видим не ангелов. Здесь мы видим ключевым детей Аврама. Кто это такие? Это те, которые Христос избавил от рабства, от страха смерти, не падших ангелов, о людей. Мы читаем послание Галатам, что Авраамом, детей Авраамов являются потомки по вере, верующие суть сыны Авраама. Галатам 3,7. Те, кто возрождены Иисусом Христом, спасены им, являются по вере сыновьями Авраама. Старинное слово «восприемлет», которое мы здесь читаем в 16 стихе, буквально можно сказать, как принимает, берет, крепко держит, вытаскивает. Павел, когда рассказывает о том, как достиг его Христос и Иисус, как он покаялся филиппийцам в 3 главе, он употребляет именно это же слово. Он воспринял его, достиг меня Христос, воспринял меня, крепко взял. Или вспомните иллюстрацию, когда Христос Петра из воды вытаскивает, там точно это же слово использовано, он взял его крепко за руку, он воспринял его. Так и с каждым из нас Христос протягивает свою руку, избавляет нас от болота, от греха, вытаскивает нас из этой бездны. И не бывает так, чтобы это произошло легко в твоей жизни. Это целый процесс осознания своей духовной нищеты, кризиса духовного. И в полной беспомощности каждый из нас взывал Богу, спаси меня Господи, я не могу так дальше жить. Господь как бы выхватывает тебя к себе, Он, как здесь написано, восприемлет семя Авраамова. Христос берет нас крепко и что делает? Прижимает к себе. И уже ничто не может выхватить нас из этих рук, из этих объятий. Как мы читаем в послании римлянам, никто, ничто, никакие обстоятельства не могут отлучить нас от любви Божьей. Когда мы в ком? Когда мы в Иисусе Христе. Каждый, вошедший в Божьей семью, испытал эту радость объятий Христа. Оказывается, в этих крепких объятиях Бога. В Евангелии от Иоанна мы читаем такой текст, «Я даю им жизнь вечную», Христос говорит. «Они не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей, но, Отец мой, который дал мне их больше всех, никто не может похитить их из руки Отца моего». Вот что значит он восприемлет семья Брама. Этот текст показывает нам объятия, крепкие объятия Иисуса Христа, из которых никто, ничто не может нас вырвать. Мой друг Хасан, который здесь в собрании рассказывал свидетельство, и я был поражен этому свидетельству, потому что это иллюстрация на самом деле всех нас, друзья. Он рассказывал, что никогда в жизни не испытывал объятия Отца. Он вырос в Таджикистане, и это не вопрос только национальности, это вопрос жизни в семье. Отец не думал о сыне. Он никогда в жизни не знал, что такое братство, что такое семья нормальная, адекватная. И только во Христе он сказал, я узнал, что такое быть в семье, что это значит быть в семье. Первый, кстати, кто назвал его сынок, это был один мужчина, христианин, у которого Хасан украл ботинки, но этот человек подарил ему Евангелие. Друзья, запомните, тот, кого обнял Христос, будет дарить это тепло другим людям. Тот, кого крепко прижал Христос к себе, будет неравнодушным к окружающим. Что-то меняется с твоим характером, с твоим отношением к людям вокруг тебя. Ты не можешь жить иначе. Хасан вернулся потом к своему отцу, отец уверовал, семья уверовала, и эти объятия Христа стали распространяться дальше. Чувствуют ли твои братья и сестры эти объятия Христа через тебя? Какая еще семейная ценность здесь в этом тексте? Посмотрите, 17 стих. Посему Он, Христос, должен был во всем уподобиться братьям, отождествиться с нами, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Здесь мы встречаем еще одно название тому, что сделал Христос. Какое название? Мы читаем милостивый, верный первосвященник, любящий, сострадающий. Начиная с этого послания, кстати, евреям, это название Иисуса Христа будет повторяться снова и снова. Первосвященник, первосвященник, Христос священник. Что это значит? Кто такой священник? Священниками являлись те служители, которые были проповедниками от имени Бога. Они были своего рода мостом от Бога к человеку, которые ведут людей к Богу, помогают им примириться с Богом, проповедуют им. И Христос стал этим мостом, Он стал этим первосвященником, мостом, связующим нас с Богом. Ведь между нами и Богом такая огромная пропасть, которая невозможно ни перепрыгнуть, не дотянуться до Господа. И только благодаря Христу это стало возможным, мы смогли иметь отношения с Богом. Только так могло совершиться примирение. А знаете, что обозначает это слово примирение? Это значит восстановление отношений, это значит восстановление дружбы, то, что было разрушено однажды. Мы теперь Богу стали друзьями, и Бог подарил нам множество новых друзей. Это великая ценность семьи Божьей, друзья. Великая ценность иметь эти отношения, искать примирение, восстанавливать дружбу. И этому мы научились от Христа. Учитесь прощать друг друга, друзья. Учитесь быть милостивыми тем, кто вокруг вас. Терпеть недостатки, прощать обиды, преодолевать боль, не носить в себе горечи, покрывать множество обид, любовью, милосердием, терпением. Стройте эти мосты. Не объясняйте себе, почему нет отношений. Стройте мосты, проявляйте инициативу, идите вперед, как это сделал с вами Христос однажды. Ведь Он пришел к вам, Он построил этот мост к вам. Сделайте то же самое. Старайтесь больше благодарить людей, отмечать доброе, дорожите дружбой, храните эти дружеские близкие отношения с братьями и сестрами. И еще мы здесь учимся еще одному от Христа, 18 стих, как сам Он, Иисус, претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Как Христос может и хочет помочь искушаемым, так и мы должны поступать. желать помочь тем, которые находятся в беде. Христос претерпел ведь эти великие страдания и Он теперь не закрылся от всех. Он не стал говорить, ну зачем ворошить прошлое, это все там позади, я хочу быстрее забыть все это. Вообще нет такого от Христа. Ничего подобного. Он спешит помочь любому из нас, родным, братьям и сестрам, кто так же терпит. Здесь послание евреям, кстати, эта мысль в 4 главе очень ярко отражается. Посмотрите, 4 глава, 14 стих. Имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который подобно нам искушен во всем, кроме греха. Он глубоко переживает наши мучения, Он понимает, что такое боль нашей жизни. Он, как здесь читаем мы, сострадает нам. Он знает, каково это. Он знает, что это значит не иметь отдыха, быть гонимым, чувствовать полное одиночество или заброшенность, предательство, унижение, не досыпать, не доедать, болеть, хоронить близких людей, терять друзей. Он знает это. Читайте Евангелие. Так же и мы с вами, братья и сестры, мы в одной семье, где каждый должен проявить такую вот внимательность друг к другу, чуткость, сострадание, милосердие, немощах, подкрепляя друг друга. Через ваши руки пусть Христос обнимает крепко других людей. Через ваши слова пусть Христос утешает плачущих людей. Через ваши шаги милосердия позвольте Иисусу помогать искушаемым, терпящим бедствия, совершать этот мир, любовь в этой нашей большой семье русской библейской церкви. Наши братья и сестры в церкви посвящают себя этой серьезной учебе. Сегодня вы услышите, мы хотим открывать целый центр помощи семьям. Это большое служение, но ответственность на каждом из нас, на каждом из нас. Каждый из нас должен проявить эту любовь, каждый из нас должен проявить это прощение, согревать тех, которые находятся в таком одиночестве, утешать, увещевать, исправлять как родных самых близких. Я хочу прочитать вам песню Иисуса Христа, песню, которую Иисус пел. Он молился этой песне. Это гимн Христа. Это гимн о семье, о церкви. Я приглашаю нас встать, и мы выслушаем эту молитву, отрывок из этой молитвы Христа и Евангелия Теана 17 главы. Послушайте, и мы будем молиться. «Да будут все едино, как Ты Отче во мне и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня и славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино, я в них и Ты во мне, да будут совершенного едино, и да познает мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня, Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира».